Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, дорогие друзья! Уникальный человек, один из выдающихся басистов и просто деятелей современной волт-культуры. Я думаю, что вы все про него знаете, раз пришли сюда. Мне хотелось бы прежде всего поблагодарить Артманию за то, что они предоставили нам такую возможность привезти сюда вот этого легендарного человека. Ну, я еще скажу такую вещь. Когда Арсенал только начинал ездить по стране, и мы начали играть, в общем-то, брас-рок скорее. Это было «Чикаго», «Кровь потные слезы», а потом быстренько перешли на «Фанки фьюжн». И вот Тоня Куликов, который тогда работал в Арсенале, первым в Советском Союзе открыл секрет слэпа. Вот все хотели слэпом играть, но не получалось. Вот так вот били пальцем, но... И когда мы приезжали в какой-то город, у его номера в гостинице выстраивалась очередь из местных бас-гитаристов, чтобы он показал, как играть слэпом. А он тогда купил уже джаз-бас «Фендер». Это такой был редкий инструмент. И поэтому, я так думаю, что вот все пришедшие сюда, ну, как бы являются последователями Толи Куликова. Это не шутка, это действительно был факт. Просто вот куда бы мы ни приезжали, и после этого в этом городе начинали играть фанк. Потому что уже со слэпом, понимаете? Без слэпа они ничего не сделали. И еще я вспомнил одну историю. Это было интервью со Стэнли Кларком, который впервые среди джазменов, он был известным контрабасистом, вы знаете. И он взял бас-гитару. И тут же на него набросили все критики, что он, значит, стал рок играть. Почему-то фанк тогда был неизвестен. Вот был джаз или рок. Значит, все, кто играл на синтезаторах, на бас-гитарах, электрогитарах, их относили в область рок-культуры и считали предателями, поскольку была жуткая конкуренция. Уже позакрывались джаз-клубы. Рок вообще вытеснил джазменов из коммерческой сферы. И, конечно же, отрицательные. К арсеналу также ко мне отнеслись, что я вообще продался в рок-музыку. Но мне это было все равно. Но Стэнли Кларк, когда у него брали из Даунбита такие хитрые журналисты в интервью, я просто так вспоминаю, и говорят, а кто ваш любимый контрабасист? Он говорит, Ричард Дэвис. Да, это гениальный человек. И, в общем, очень много о нем говорил. И потом один такой вот журналистик так его спросил, «А вы знаете, что о вас Ричард Дэвис сказал? Что он стал попсовиком». И тут Стэнли Кларк так напрягся сразу и говорит, «Знаете, я очень уважаю Ричард Дэвиса, но ему придется поднять задницу со стула и еще позаниматься, чтобы стать таким же попсовиком, как я». И это вот действительно, и все, кто тогда переходил уже к Майлс Дэвису, они первое время вообще считались рок-музыкантами, и даже сам Майлс Дэвис дал указание во всех рекламных сборниках и его уже ансамбль, не относить к джазу. И так появился вот фанки-фьюжн. И вот сегодня мы уже не разделяем, для нас это все просто музыка, а тем более появился новый вид культуры, это bold music. Вот это моя мечта, чтобы вот здесь, в этом клубе собирались люди самых разных стилей, национальностей, религиозных исповеданий, молодежных движений, и вместе бы радовались, слушая и играя то, что называется bold music. И вот Дишар Буна, ярчайший представитель именно bold music, он сделал свою тенистскую, народную музыку, общедоступную для всего мира, и перевел ее на какой-то другой язык. И за это мы ему должны быть очень благодарны. Итак, я хотел бы пригласить на сцену нашего дорогого гостя, которого зовут Ришар Буна. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 Can you translate that? Pa, 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 pa. So, I will play, I will just play some stuff and whatever comes in my mind. And a little only, guys, if anybody has any questions, don't change the volume of my microphone. Don't change this. Like we say. So, we start. Thank you. Thank you. Thank you. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Это будет абсолютно невозможно с телефонами. Если у вас важный звонок, вам не нужно здесь быть. Идите домой. Есть кнопка на телефоне, которая называется «Включить и выключить». Так вы выключите. Пожалуйста. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. . . Спасибо. . . . Спасибо. . Спасибо. . . . . . . . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . . . Спасибо. . . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Я каждый день чувствую себя таким везунчиком. Это счастье. Кто-то спрашивает меня. Что бы ты делал, если бы ты не был музыкантом? И я говорил ему музыкантом. Потому что я встретил очень много важных людей. Я играл в Белом доме однажды. Когда Билл Клинтон был на втором сроке. Я играл на вечеринке. Билл Клинтон был на вечеринке. Билл Гейтс был на вечеринке. Я люблю быть музыкантом. Я не хочу никакой другой работы. Что бы направляет меня больше всего это красота и музыка. Насколько ты много можешь познать. Музыка никогда не кончается в школе. И я люблю тот факт, что я могу приехать в Индию и играть с индийскими музыкантами. Сейчас я в туре с кубинскими музыкантами. И я познаю от них все больше, больше, больше. И это заставляет меня так хорошо себя чувствовать. Я просыпаюсь утром и просто... Я играю простые мелодии. Я играю простые мелодии. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, а как вы бережете свой голос? Ваши перелеты, гастроли и так далее, погода влияет? Вы просто меньше говорите? Водка. И переводи мойschool. Как я беспокоюсь. Забочусь. Я вообще не уделяю этому внимание. Я бываю в туре с певцами иногда, они не закрывают окна, они все так о себе заботятся. Я на самом деле не уделяю этому особого внимания. Самая лучшая медицина для голоса это давать ему отдых. И когда вы устали, вы говорите, не поете. Голос устает, когда вы говорите, а не когда вы поете. Вот это правильно, да. А раскрылочки за руку? И... Мы были в туре с Богом Макферрием. И мы не имели времени, чтобы поедали. Мы были в туре с Богом Макферрием. Мы даже не пообедали. Нам срочно было на сцену, мы опаздывали. Я был голодный. Я голодный, я из Африки, мне нужно есть. Я не могу играть без того, чтобы поесть. Без еды. А там только орешки были. Я стал быстро-быстро наедать. Я посмотрел на Бобби, он стал серым. Он сказал, как ты можешь есть орехи, когда мы только что должны выйти на сцену? А я ему, ну и что? А что такое? Я не понял. Я голодный, я ем. Он сказал, если я съем что-то подобное, я не могу петь. А он говорит, а я ем, потому что я голоден. Голоден. Я могу есть чего-то. Я могу даже не съесть слона, а потом идти на сцену. И потом после этого петь. Тебе только один вопрос. А вы поете как бы больше в себя. Некоторые на выдохе поют. Некоторые в руках как бы, как-то сказать... Ну, в себя. То есть на дыхании так... На вдохе. Ну, на вдохе, да. Как это вообще. Девушки отдыхают. Как он вдох использует? Нет, просто церементика напевает, некоторые на выдохе громко. Что делать, спросите его? Да, как вы поете? Это просто натуральное пение. Это очень-очень натуральное пение. Я просто с сердцем пою и даже не думаю. Музыка идет из сердца. Очень-очень важно. Не думайте много во время игры музыки. Нет. Просто бойтесь с сердцем. Не думайте о правильных и неправильных нотах. Я вообще не думаю о нотах. Они все правильные. В тот момент, когда вы задумываете, что это я такое играю. Музыка прекращается. Я вообще не думаю о нотах. Очень многие люди боятся какую-то высокую ноту или еще что-то. Есть ли полиция, кто говорит, что это можно играть? Нет. Музыка – это свободный мир. Вы понимаете, о чем я говорю? Спасибо большое. Спасибо. Можно задать еще пару вопросов? Простите, я. Глядя на вас, такое ощущение, что вы родились с бас-гитарой в руках. Наверное, меня все в этом поддерживают. Но хотелось бы задать два вопроса. Первый – все-таки, как вы пришли к тому, что бас-гитара – это ваш инструмент. И второй вопрос. Интересно, о чем текст вашей песни? Какой смысл? Первый вопрос. Перекорку сюда, пожалуйста. Я сейчас вам проехал. Я сейчас вам проехал. О чем текст? О, второе. А что я выбрал? Второе. Я выбрал текст. Хорошо. Так... Это скоро пущение. Так... Почему бас бас? Я начал играть на басу очень поздно, потому что там, где я вырос, никто не играл на басу. Это не инструмент для меня был. Когда я был ребенком, я делал свои инструменты. Я стал играть на балафоне, похожий на маримбу, африканский инструмент. Это мой первый инструмент. Когда я был ребенком, у меня было много проблем. Он доставлял очень много проблем, и он успокаивался единственно в тот момент, когда начинала звучать музыка, и кто-то начинал играть музыку. И они осознали. Он сказал моему маме, я знаю, как я закончу эту проблему, я буду строить ему балафон, и он будет вести себя тихо. Он мне сделал балафон, когда мне было 3 года, больше нет плача, есть не хочу, играю. Стучал, стучал, стучал целый день. Они потом приходили и заставляли меня, утаскивали, есть. После этого, когда мне было 5, я стал играть в дедушкиной группе. Церковные музыканты, они играли в церкви. И через год он стал играть в церкви. Святой отец пришел и увидел, что я очень хорошо играю на маримбе, и после этого я стал играть на органе в церкви. Он играл на органе 9 лет. И когда я приехал в город, никто не играл на традиционных инструментах. Каждый ребенок играл на гитаре. Когда я играл на традиционной маримбе, люди смотрят на меня, как... А он тогда решил, что я буду играть на гитаре, потому что тогда все, и меня будут нравиться. Потому что я был ребенком. Когда я стал играть на гитаре, когда мне было 16. И это традиционная гитара. И это традиционная гитара. Традиционный способ играть на гитаре. Как я использовал гитару, техника была такая. Традиционный способ играть на гитаре. И я всегда пил, когда я играл. Традиционный способ играть на гитаре. И я всегда пил, когда я играл. И я всегда пил, когда я играл. Традиционный способ играть на гитаре. И я всегда пил, когда я играл. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok DimaTorzok ДимаTorzok DimaTorzok 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 Спасибо вам большое за то, что, во-первых, я услышал вас, во-первых, не как бас-гитарист, а как музыкант. С большой буквы музыкант. Не как инструментализм. Я увидел ваше отношение к инструменту в звукоизвлечениях. И у меня такой возникает вопрос. Что вы знаете о классической музыке европейской? Оказывает она какое-то влияние на вас, и могли бы у вас быть какие-то планы сыграть, скажем, со струнным квартир? Спасибо. Когда вы слушаете мои записи, там всегда есть струнные, включенные в музыку. Не только я люблю классическую музыку, я люблю так много музыки, много прекрасных композиторов, классических композиторов. Я слушал Пучини. Я слушал много... Один из моих любимых музыкантов на все времена это... Один из моих любимых топ-музыкантов это Ростропович. Я видел его трижды в Париже, и это один из самых совершенных музыкантов, которых я вообще живьем видел. Потому что мы это, конечно, все слышали, но мы не видели, как это люди исполняют. Я всегда включаю струны в мои записи. Квартеты или больше. И всегда... Я также практикую некоторые струны в баке. Некоторые струны в челу. Потому что вы можете их применять не только на басе, но и на голосе. Когда я делаю какие-то стадии, какие-то струны, которые я использую. Некоторые струны, которые я использую. Некоторые линии, которые он поет, он на виолончели играет за задним планом. И также классическая музыка это... Если бы у меня был шанс, когда бы я был моложе, начать, я бы начал как классический музыкант. Не закончить как классический музыкант. Я бы начал именно с классической музыки, потому что я считаю, что это самый лучший тренинг. Вы из своих записей показали отличный пример скет-вокала. Я знаю, что вы достаточно естественный человек. Как вы говорите сами, всю музыку идет от сердца. Скажите, пожалуйста, какие секреты скет-вокала, техники скет-вокала может нам открыть? Это первый вопрос. Когда вы играете на инструменте, если вы знаете свой инструмент, то таким образом это не выход знать свой инструмент с помощью своего тела. Когда вы поете и играете на инструменте одновременно все время, когда я играю, я всегда пою. Это дает мне шанс. Парень, я знаю вот это вот все. Весь период я знаю. Разбуди меня в 3 часа ночи, и я знаю все. Любой интервал я знаю. Я могу петь точно, потому что я пою все время во время игры. Вместо того, чтобы развивать гитару, я развил голос и гитару одновременно. Когда я слышу что-то, я слышу песню без моей гитары иногда. И я тут же могу играть это на своей гитаре. Вы понимаете? Потому что... Это совершенно точно. Потому что ты соотносишь свое пение с гитарой. Я знаю совершенно точно, где это находится. Без того, чтобы даже знать песни. Я могу играть одновременно с ними. Иногда, когда люди присылают мне музыку, которую мне нужно изучить. Я просто играю, даже если я в полете нахожусь. Я репетирую с нами прямо в полете. Я собираюсь в Лос-Анджелес на следующей неделе. С Квинси Джонс, с оркестром Квинси Джонса играть. Группой Квинси Джонс. У них очень много музыки. Что я делаю? Я одеваю наушники. Сижу в своем самолете. И я играю. У меня гитары даже с собой нет. Но я играю. Мне не нужна гитара для этого. И когда... Это очень важно петь. И это переходит в мой скэт. Потому что я уже делал мою скэт. Это очень важно петь. И это переходит в мой скэт. Потому что я знаю совершенно точно, что играю в мой бас. Потому что я практикую всегда играя. И пою при этом одновременно. И это все дает вам... Это дает вам независимость. Понимаешь? Я могу петь это. И играть это. Понимаешь? Я могу петь это не пою. Понимаешь? Я могу петь что-то неплохо. Я могу петь это не пою... Такая идея. Лучка, адика, адика, адика... Я могу петь это. Уфа и удовольствие. И урлящи. Я точно не могу. Пою при этом. Отделить, что это не просто, Но это просто... Что угодно. Это как будто два человека играет, да? Это дает вам очень много независимости. Музыка Спасибо. Спасибо. Знакомились с такой импровизационной музыкой, которая соединяется с джазом удачно? Мухам, азербайджанский мухам. Мухам, которая импровизационной музыкой удачно соединяется с джазом. Спасибо. Я был в Баку. Я тоже из Азербайджана. У меня есть люди. Паться из Азербайджана. Ненен или нет из Азербайджана. Никого из Азербайджана? Ненен. Ты из Азербайджана? О, мой Бог! У меня есть мой айфон, я записываю всегда на телевидении. Невероятно. Это очень прекрасно, чувак. И если бы у меня был шанс, я бы обязательно поехал, чтобы не учился чем-нибудь. Это одна из тех музык, которые не очень много знают по всему миру, но это очень сложная. Тональность и все это, это как индийская музыка практически, как классическая музыка, индийская музыка. Это так. У вас, ребята, очень классная музыка. Нам очень менее много человек. Любые еще вопросы перед тем, как я собираю? Здравствуйте. У меня непосредственно к вашему творчеству вопрос именно конкретной композиции, которая начинается. Называется она «Тедди Каллова». Вот, я хотел бы спросить, о чем эта песня? Поскольку, как бы, я написал русский текст на эту песню, мне просто интересно и надеюсь, что не обидится маэстро на это. И чтобы вы ее сыграли. Попросить, чтобы вы ее сыграли. Это «Тедди Калло». Это «Тедди Калло». Так. Ди Калло, в моей деревне не было радио. А, но не было радио, не телевизора. Но мы все время узнавали все эти новости. Нам нужно знать, что происходит. И когда я был ребенком, у нас был такой чувак в деревне, который Дикало звали. Как это человек новости. Он ходил с колокольчиком таким, и мы слышали, что он идет, и мы все слушали, что происходит. Он рассказывал, что сегодня, что там сегодня вечеринка и все дела. Если кто-то умирал, то мы приходили работать на его ферму, помочь. И его называли Дикало. И Те – это как кричащий Дикало. Кричащая новость. Те Дикало. И если мы слышали этот колокольчик, то все должны притикнуть, потому что мы должны знать, что происходит. И точно таким же образом я собирал концерты. Он ходил и стучал, завтра, завтра вечером. Ричард Борн играет. Борн играет завтра. Вот это смысл этой песни. Борн играет. Субтитры делал DimaTorzok 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 Спасибо! Спасибо! Я играл с Джо Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Я даже не представлял, что когда я приеду в Индию, я столько научусь у этих ребят, и они обучились очень многому от меня. Понимаете? Вот таким вот образом я и от Майлз учился, и от Джо учился. Просто играя своим сердцем. Майлз не особо парился, волкался. И то же самое с Джо. И Джо иногда... Когда он был на сцене, он такой мачо был. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok А в клубе, но... А, в клубе, но... А, для... Он играл в клубе для взрослых, но для стариков, не для молодых. Все такие, чопорные там и все дела. И я приходил туда, в подвал к ним, да, каждую среду. И я играл на басу соло и играл. У меня было девятнадцать лет. И я играл в Жаку, когда я встретил Жаку. Это, конечно, был пино для меня просто. И над этим всем делом был еще отель. Я просто не знал, что он в этот момент в отеле находится. Я играл в этот вечер. Джо пришел на ресепшн. Джо пришел на ресепшн. И он пришел спросить этого ресепшниста, что там происходит, потому что он слышал там внизу музыка какая-то. Джо спросил этого ресепшниста, что это за альбом играет. И он спустился вниз. И он шел такой, ну а серьезно? И он просто сел вот так же, как вы сейчас сидите. Я его совершенно не знал. Для меня это просто обычное дело. Я сижу себе играю, как обычно. Когда я закончил играть, я поставил гитару и... И я услышал, ты очень клевый чувак. Да, спасибо, спасибо, сэр, он сказал. Я Джо заменул. Он сказал, ну ничего, чего. Да не может быть. Если бы я знал, что это Джо, я бы играл лучше. Он сказал мне, ты живешь в Париже? Он сказал, да. Ты должен приехать в Нью-Йорк. Я сказал, нет, там гангстеры, оружие, не они. И он продолжал мне говорить. Следующий раз, когда я приеду в Париже, я тебе позвонил. Да ладно, ладно, звоните чё-то. И потом Майк Брэкер то же самое, ему говорил это салон. И каждый раз, когда я встречал хороших музыкантов, я говорю, Чего ты не приезжаешь в Нью-Йорк? Он говорит, да мне так хорошо в Европе, хорошая еда, красивые девушки. Зачем мне ехать в Нью-Йорк? Спасибо. И однажды я увидел Джо Зайону в Париже. Большая офиска. Хорошо, да я думаю, что он не позвонит. Хотел бы я, чтобы он не позвонил. Джо не звонит. Да ладно, он про меня забыл просто. Ну и ладно. И в шесть утра В шесть вечера у него звонит телефон и там, это Джо Зайону. Я думаю, что это один из моих друзей. Потому что я сказал, что Джо будет приезжать. А я думал, что это друг мой звонит. У меня тоже был друг Джо. А это был Джо Зайону. Приходи сегодня, я играю сегодня. В шесть вечера я взял свой бас и пошел. Джо был такой сумасшедший. Он уже планировал, чтобы я играл там. Что случилось, если я не был там? Может быть, я пошел на туалет. Я пошел на место. Никакого саундчека. Ничего. Они мне просто директ бокс дали. Воткнули просто без усилителя. Но я прямой. Директмен игрослов. Директмен. Прямой. Человек. Пошли в примерную. Я ему сказал. Почему мы собираемся играть? Потому что директ – это хорошо, но что мы играть-то будем? Джо сказал, посмотри на меня. Просто следуй за меня. Левой рукой. Просто следуй за моей левой рукой. Я сказал. Хорошо. Окей. Мы на сцене. Я должен следовать за левой рукой. Констант начался, а он не играет левой рукой. Констант начался, а он не играет левой рукой. Я сказал. И время от времени. Пам-пам-пам. И все. После первой песни я сказал. После первой песни я сказал. У тебя, чувак, вот как начал играть. Он сказал. Он сказал. Он сказал. Он развернулся. Он сказал. Он сказал. Он сказал. Нет, теперь ты следуй за мной. Сыграем одну песню? Нет, вы не имеете слишком много вопросов. Вы задаваете очень много вопросов. Это работает, да, отлично. Я соберусь спеть вам русскую песню. Все люди так реагируют, когда я говорю, что я сыграю русскую песню. Я говорю, что вы все длинные друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 а в и 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще раз спасибо компании Артмане, которые вам предоставили замечательную ванчобность. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, сначала, естественно, ото всего зала. Огромное спасибо человеку, рожденному в Камеруне, осевшему в Нью-Йорке и любимому в Москве. Еще раз! АПЛОДИСМЕНТЫ И просто на минуту вашего внимания. Сегодня мы лишний раз убедились, в чем разница между белыми мастер-классами и черными, что белое, при всем уважении к мистеру Бергонзе, это преподавание мастерства, а здесь преподавание жизни. Завтра наш клуб ждет сегодняшнюю и завтрашнюю чудесную публику. Давайте вот в этом месте поплодируем сами себе. Ребята, вы золото! АПЛОДИСМЕНТЫ Так как вы слушали, ну, я тоже, и мурашки, и слеза, огромное вам спасибо. Завтра в 19.00 мастер-класс блестящей американской вокалистки Габриэль Гудмен. Послезавтра в 20.00 ее концерт. Клуб ждет вас. Спасибо!